Почти 30 лет назад вооруженные армянские группировки напали на Азербайджанскую республику и отобрали 20% земли. Почти миллион азербайджанцев остались без своих земель, домов, вещей, домашнего скота. Армянские боевики дали 10 часов, чтобы женщины, старики и дети покинули Карабах. Внимание, внимание! Армянские военные вошли в Карабах и в Калибаджарский район, в город Латшин и его поселки. Даем гражданским одну дорогу, остальные закрыты. Все равно вам некуда бежать. В течение 10 часов не будем трогать вас. А тех, кто не успевал уйти, они просто убивали. У некоторых азербайджанских женщин и детей армянские оккупанты забирали обувь. Забирали обувь для своих детей, снимали с азербайджанцев и отдавали своим детям. В 90-е армянские агрессоры украли много азербайджанских женщин и детей. В те годы в Карабахе процветал черный рынок органов. Армянские боевики крали азербайджанцев, позже продавали их в Ереван. Из Еревана органы этих людей отправляли в разные страны. На этих архивных кадрах в Карабахе армянские боевики забирают азербайджанского мальчика. Они садят его на боевую машину. Видно, как пожилая женщина, судя по всему бабушка мальчика, пытается отговорить армян не забирать внука. На что эту бабушку просто отталкивают в сторону. Дальнейшая судьба этого мальчика неизвестна. И сколько еще таких детей забрали армянские захватчики Карабаха. На этих архивных кадрах пожила азербайджанская женщина, которая попала в плен к армянам. Я у вас прошу лишь одно. Может кто-то в Баку или в Гянджу отправит меня. Не оставляйте меня здесь. Не держите меня здесь. Я вас очень прошу. Бабушка осталась здесь одна. Но после победы Азербайджана над Арменией, Азербайджан дал армянам, которые 30 лет назад поселились в Карабахе, время в 30 дней, чтобы те покинули Карабах спокойно. Вот разница между человечностью и дикостью. Армяне дали 10 часов, а азербайджанцы 30 дней. Очень хорошо видна разница. Азербайджанских военных и солдат по телеканалам показывают однобоко, как дикими и неотесанными людьми. Вы представляете, после того, что сделали армянские боевики с азербайджанцами в Карабахе, после того, как армяне захватили Карабах, азербайджанцы разрешили вернуться армянам в Карабах, а именно в столицу Карабаха, в Ханкенди, деревня Хана. В данный момент армяне называют его Степанакерт в честь фашистского героя Степана Шаумяна, который во время Великой Отечественной войны помогал фашистским отрядам, воевал и служил на стороне гитлеровской армии. Благодаря ему был учинен геноцид азербайджанскому народу, узбекскому народу, казахскому народу, татарскому народу. Азербайджанский народ не злопамятный, естественно, не все люди плохие, и мы должны уметь прощать даже врагов, как бы это больно ни казалось. Совсем недавно армянские пропагандисты в сети выкинули такое видео, где якобы азербайджанские солдаты ведут армянского старика, и один дает пинка под зад. Все в комментариях сразу написали, вот это варварство, ну это ужас, просто так нельзя делать. Неужели люди, которые посмотрели это видео, не поинтересовались, почему же 10 солдат ведут старика, схватив за руки? В течение 30 лет Азербайджан говорил, те люди, те боевики, которые находятся на территории Карабаха, будут пойманы и отданы под суд. Вот этот бедный, на первый взгляд, старик в 90-е годы воевал в составе армянских вооруженных сил. Этот старик занимался мародерством, убийством гражданского населения, поэтому его и поймали. Амиру показали так, что это обычный житель. Именно этот старик в числе других наемников убивал гражданское население азербайджанцев.